Вера Александровна и ее внучка полетели в Санкт-Петербург, чтобы выбрать для Саши колледж. Девочка хотела поступить на дизайнера. В момент взрыва они как раз направлялись в учебное заведение. До места назначения они так и не добрались. Нашему телеканалу они рассказали, что произошло в злополучном вагоне метро. Во время взрыва обгорели волосы у меня и частично внучки. Мне не удалось их сразу затушить, они пакелом сразу вспыхли, поэтому я не могу снять шапку. Буду ждать, когда мои косы вырастут. Ничего не предвещало, но вполне логично думать, что такое может произойти. И мы с Сашулькой сели между первой и второй двери, прям посередине. Ну и, наверное, нас это спасло все-таки. А потом все как будто бы поменялось. Некоторые говорят, что я сознание теряла. Нет, я не могла терять сознание, потому что я действительно помню все. Я помню, как летели искры. Окна, плафоны летящие, люди, тени, разорванное тело. То есть получилось так, что около ног было разорвано тело. Как я понимаю, это восьмертник. У меня такой ступор был несколько секунд, поэтому я не отвечала первые несколько секунд. Просто из-за того, что я пыталась проанализировать, что вообще происходит. Когда меня приподняло, развернуло все-таки от взрыва, я видела, что под потолком медленно летят красивые искры, все ровные. Потом мне следователи объяснили, что это был горячий пепел. Когда мы уже доехали до станции, выбили стекло двери. То есть стекла в окнах, они не потрескались. Вот против вот этой подлости какое-то было объединение горожан, тех, кто пострадал. Мы даже имен друг друга не знали. Мы узнавали в больницах. У меня вот одного узнала, палец перебинтованный. Я помню, как пробитый ботинок у него был, как он весь в крови пытался эти двери разломать. Я знаю, что это может случиться где угодно. Опять-таки, как уже говорили, что безопасности нигде нет. Казалось раньше, что где-то, как-то все, нет. Это, оказывается, оно может и рядом оказаться. Зачем? Зачем ему это надо было? Зачем? Зачем столько боли было причинить другим людям? Все равно мы были уже в дороге, когда узнали, что еще одна женщина умерла. Чья-то мать. Продолжение следует...